Состоялось заседание Совета депутатов Щелковского муниципального района. Депутаты приняли решение по девяти вопросам. Большинство из них имущественные и хозяйственные, находящиеся в сфере полномочий представительной районной власти. Так, для осуществления ремонтных работ в водозаборных узлах и в канализационной насосной станции, работающих в Щелкове и в Загорянском поселении, в связи с тем, что этими делами будет заниматься районная администрация, возникла необходимость передать полномочия по этим вопросам от поселений на районный уровень. Мероприятие по капитальному ремонту в УЗУ Карла Маркса, городского поселения Загорянского муниципального района. В общем объеме финансирования 6 миллионов 100 тысяч рублей. Средства бюджета Московской области 4 миллиона 861 тысяч рублей. Средства бюджета городского поселения Загорянский 619 тысяч рублей. В небюджетные источники 619 тысяч рублей. Это средства международного Щелковского водоконала. Для реализации данных мероприятий необходимо передать часть полномочий по водоснабжению и водоотведению от поселения городского поселения. А нам принять. Решались на заседании вопросы, связанные с созданием условий для конкурентной и потому более успешной хозяйственной деятельности предприятий, которые с этой целью выводятся из муниципальной собственности. Депутаты включили в прогнозный план приватизации муниципального имущества Щелковского района на 2018 год предприятие ДСЖКУ. Два вопроса, включенные в повестку заседания, были связаны с деятельностью молодежного парламента Щелковского района. Депутаты рассмотрели и утвердили положение о его работе и подали обращение в территориальную молодежно-избирательную комиссию, чтобы она назначила после 1 октября выборы в организацию, объединяющую активную молодежь. Изменяя несколько положений, мы хотим все-таки активизировать нашу молодежную работу в молодежном парламенте, потому что эта работа позволяет им получить опыт. Опыт вообще работы в органах местного самоуправления, в представительном органе местного самоуправления, опыт нормотворческой деятельности. Поэтому я призываю нашу молодежь, когда такие выборы состоятся, активно участвовать, и тех, кто готов к этой работе, попробовать себя. Андрей Цеханович, Александр Рожевский, телерадиокомпания Щелково.